Новые коллекции уральских дизайнеров под звуки живой музыки и вокала в сопровождении классического танца и современной хореографии, а также художественного и парфюмерного перформанса. Тема вечера «Чувства» открывает большой простор для творчества. «Человек — это всегда о чувствах. Мы, на мой взгляд, отличаемся от животного мира глобально, потому что у нас есть чувства. И вот это вот все, оно в коллаборации с показами, ну не сможет, по крайней мере, оставить никого точно равнодушным в этом зале. И мы надеемся, что мы пробудем у людей чувство прекрасного, чувство стиля и чувство при новогодней, потому что очень много сегодня будет вечерних нарядных образов для того, чтобы уже создать немножечко новогоднюю атмосферу и гости смогли в нее окунуться». «Фэшн» и «Челябинск», как мы поняли, что это уже не два разных понятия, а очень тесно идут друг рука об руку. У нас очень много мероприятий, связанных именно с модой. И я думаю, что это тоже достойное мероприятие. «Взять Гуччи», например, у них там все с артом связано. Это как бы два направления, которые идут нога в ногу, и поэтому «Арт-фэшн» — это два словосочетания, которые идеально подходят друг к другу. 12 авторских брендов представили свое видение современной моды, созвучное различным настроением большого города. Екатеринбург по праву считается, городом стилистов благодаря высшей школе имиджей стиля, а потому арт-фэшн-эвент вот уже который раз приглашает на этот вечер его именитых преподавателей, чтобы гости из первых уст могли узнать все тренды будущего сезона. Это здорово на самом деле, что люди интересуются гармонией и красотой, и мне кажется, что нет вообще какого-то предела. Да, действительно, Екатеринбург считается городом стилистов, но, на мой взгляд, это очень круто, когда мы можем нести красоту в массы, в общество и видеть вокруг себя очень красивых людей. Выражение чувств, которые внутри у человека присутствуют, но он их не выражает во внешний мир, крайне важная проблема, и это можно решить с помощью одежды, поэтому сегодня об этом буду рассказывать. За вкусовые ощущения отвечали блюда от шеф-повара, за тактильные, развернувшиеся здесь же на площадке маркет, ну и, конечно же, основная часть была посвящена визуальному восприятию. Этот арт-фэшн ивент воздействовал на все органы чувств, и это очень современный подход.